Всем привет, с вами Евген. Давайте сегодня разберём небольшой эпизод, диалог из немецкого сериала Dark. Диалог у нас в этот раз будет довольно-таки простой, но при этом актёры говорят довольно-таки быстро. Я хочу, чтобы мы послушали этот диалог два раза. Первый раз мы его послушаем и переведём вместе с субтитрами, чтобы вы сразу же чётко услышали и, в общем-то, поняли, что они говорят, я всё для вас переведу. А потом, второй раз, мы послушаем уже без субтитров, без текста. Но, тем не менее, мы всё равно после каждой реплики будем останавливаться, и я попрошу вас пытаться действительно расслышать всё-таки вот эти немецкие фразы, которые они говорят, пускай они говорят очень быстро, и потом я их ещё для вас буду более медленно проговаривать. И таким образом мы будем тренировать аудирование немцы в их естественном темпе, потому что очень важно, помимо учебных чисто материалов, привыкать к тому, как немцы в естественном темпе разговаривают. А это иногда может быть реально довольно быстро, и сериалы, кстати, на самом деле, вот они в этом как раз очень и очень хорошо помогают. Потому что чем более стандартная фраза, тем быстрее она зачастую немцам проговариваемся. Например, ну чё, пойдём? Это очень быстро по-немецки будет звучать. В общем-то, как мы и по-русски, подобные фразы тоже очень быстро проговариваем, проглатываем много звуков. Поехали. Дана шепчет Сик мундус креатус эст, зо вводе ди вэльт эшафен. Важная фраза для этого сериала на латыни Зо вводе ди вэльт эшафен. Так она переводится на немецкий язык. Так был сотворён мир. Das интервью mit Frau Tiedemann. Интервью с госпожой Tiedemann, на которое они, в общем-то, хотят пойти, schon vergessen, уже забыли. Nein. Ich hab nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Ich hab nur gedacht, да, кстати, видите, здесь на самом деле субтитры, конечно же, иногда отличаются, я не знаю, почему они так делают, но отличаются субтитры от того, что они действительно говорят. Она говорит, ich hab, hab, конечно, так вот, в разговорном ключе, очень кратко, ich hab nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Я просто подумала, что, может быть, вы всё-таки сделаете это сами, сделаете это alleine, в одиночестве. Давайте ещё раз эту фразу переслушаем. Ich hab nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Быстро, быстро. Ich hab nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Вот такая вот фраза. Я лишь подумала, может быть, вы всё-таки сделаете это сами. Вот это вот doch, это как раз всё-таки. Wieso? Haben Sie was besseres zu tun? Wieso? Почему? С чего это? Haben Sie was besseres zu tun? Вам что-то лучшее есть, что поделать? Он имеет в виду, у вас есть что? Более важные вещи, более важные задачи. Haben Sie was besseres zu tun? Etwas zu tun haben – это иметь какое-то дело, иметь какую-то задачу, например, очень употребимое и часто встречаемое в немецком языке выражение. Если вы не знали, то запомните, пожалуйста. Ich habe sehr viel zu tun. Будет переводиться «у меня много дел». Или ich habe jetzt nichts zu tun. Мне делать сейчас нечего. Да, полная противоположность из-за того, что мы добавили вместо viel, сказали nichts. Ich habe jetzt nichts zu tun. Мне сейчас делать нечего. Nein. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Опять же, заметьте, пожалуйста, скорость речи. Nein. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Nein. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Anfangen. И заметьте, пожалуйста, что вот это вот «gen» на конце, «gen» на конце глаголов, то бишь инфинитивов, или «gen» на конце существительных множественного числа. Немцы очень любят прям сильнейшим образом проглатывать. Давайте еще раз послушаем эту фразу. И, пожалуйста, внимательно вслушайтесь в то, как актер произносит вот именно глагол «anfangen». Мы, когда в таком ученическом контексте, произносим этот глагол так «anfangen», «anfangen». А сейчас послушайте внимательно, как она его произнесет. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. 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 Как будто бы здесь два слова вместо… Как будто бы здесь два слога вместо трех. Вместо «anfangen» – «anfang», «anfang». Но вот это вот «ng» очень тонко, очень кратко, но тем не менее произносится в конце. А вот так вот сильно здесь редуцируется окончание. Как будто бы просто произносится, видите, вот эти первые пять пуков. А вот этот вот «gen» практически не фигурирует, хотя немножко намек на это, конечно же, есть. И поэтому немцы здесь не путаются, им это не странно, они к этому вполне привыкли. И нам тоже, как изучающим немецкий язык, обязательно нужно к этому привыкать, потому что иначе по-настоящему вслушиваться и понимать немецкую речь не получится. Еще раз переслушаем, повторим, и потом пойдем дальше. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Anfangen. Потренируйтесь на досуге, попереслушивайте еще, может быть, много раз именно этот эпизод, этот момент и поповторяйте данное предложение. Ну, а мы сейчас уже пойдем дальше. Поехали. Sie steht mit keinem der vermissten in irgendeiner Beziehung. Она не состоит ни с кем из пропавших в каких-либо отношениях. То есть имеется в виду ни жена, ни дочь, ни, в общем, какой-то родственник. Вообще, конечно, слово die Beziehung или чаще всего встречается во множественном числе Это очень распространенное и часто используемое слово в немецком языке. Например, wir haben freundliche Beziehungen. У нас дружеские отношения. Diplomatische Beziehungen. Дипломатические отношения. Вот если мы в сторону политики посмотрим, там тоже слово Beziehungen используется. Romantische Beziehungen. Романтические, конечно же, отношения тоже сюда же. Еще есть в немецком языке очень забавная фраза Vitamin B. Vitamin B. И это расшифровывается витамин Beziehungen. Это когда человек благодаря своим связям может какую-то выгоду для себя извлечь. То есть, допустим, она же очень плохо сдала экзамены. Как у нее получилось поступить в такой крутой университет? А на это могут сказать sie hat viel vitamin B. У нее много витамина B. То есть у нее, допустим, там папа-ректор или что-нибудь такое. В общем, кто-нибудь работает в университете. Поэтому ее вот так вот, несмотря на ее плохие экзамены, смогли в университет принять. Но мы давайте еще раз переслушаем эту фразу и посмотрим, где она максимально редуцирует слова и на что нам стоит обращать внимание вот в такой вот быстрой речи. Sie steht mit keinem, keinem, keinem. Здесь вот Е практически не звучит вообще keinem, nem. Может быть, и N практически не звучит. Давайте еще раз переслушаем. Sie steht mit keinem, der vom ist in irgendeiner Beziehung. Kein, kein. В общем-то, и N практически пропадает. И о чем нам на самом деле это говорит? Нам это говорит о том, что в немецком языке им очень важно, например, вот в данном артикльном слове, что ни в коем случае не проглотить окончание. Потому что окончание нам показывает... В общем, оно и очень важно здесь играет роль. Ни с кем из пропавших. Здесь вот это вот M говорит о том, что мы говорим о пропавшем человеке. Поэтому если бы мы хотели как угодно сильно сократить вот это вот keinem, последнее M мы не можем трогать, потому что это маркер рода числа падежа, который обязательно должен прозвучать. А что мы можем сократить? Мы также не можем сократить первую букву ke, потому что она нам говорит о том, что это у нас отрицательное артикльное слово kein. Потому что отрицание здесь в данном случае тоже очень и очень важно. Без него, без этой буквки ke полностью изменится смысл предложения. Sie steht mit einem der Vermissten in einer Beziehung. Получилось бы, что она стоит, состоит в отношениях или в родстве с одним из пропавших, а здесь ни с кем из пропавших не состоит. Как вы видите, мы по-русски добавляем еще отрицание к глаголу ни с кем не состоит. А по-немецки, как, в общем-то, и в английском, и во многих других тоже европейских языках, не нужно глаголу не прибавлять, если у нас и так есть уже в предложении отрицание. И поэтому, если уж сокращать, то нужно сокращать что-нибудь вот здесь, вот в серединке. Те части, которые, в общем, и так будут понятны из контекста, которые несут на себе каких-то очень важных смысловых вещей. И, в общем-то, это она и делает. Kai она оставляет, потому что тогда будет понятно, что имеется в виду вот именно это отрицательное артикльное слово kein. И потом она обязательно оставляет m, потому что это маркер от числа падежа. А вот это вот n и e, в принципе, она может совершенно замечательно сократить. И получается вместо keinem, keinem. И это совершенно замечательно, вот по-немецки в разговорной речи звучит. Все остальное она произносит довольно-таки быстро. Но больше ничего так люто она не сокращает. По сути, здесь она действительно прям вот так вот сократила только вот это слово. Поехали, слушаем дальше. Ну, это, как вы заметили, была довольно-таки спокойная речь. Давайте сначала переведем. Все люди, и сразу, чтобы понять смысл, цепляем глагол. Sind verschwunden. Все люди пропали. Где? И вот этой вот территории атомной электростанции. АКВ – это сокращенное от Atomkraftwerk. Атомная электростанция. И в этой фразе два очень важных момента, на которых я хочу остановиться. Давайте ее сначала переведем. Это дословно действует. То есть это правда, это так и есть, кстати говоря, в том числе и для в 1986 году пропавшего брата, вашего коллега, коллеги Ульриха Нильсена. Теперь что за два важных момента, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, это глагол gelten. Gelten – действовать. Очень часто этот глагол именно как действовать переводится. Например, diese regeln gelten hier nicht. Эти правила тут не действуют. А в данном контексте вот эта вот информация, то, что все пропали там-то, там-то, она действует, она является правдой, она соответствует истине, в том числе и касательно вот такого-то человека. Мы бы, кстати, в данном контексте могли бы совершенно замечательно gilt заменить на глагол stimmen – stimmt. Потому что именно глагол stimmen, он тоже – это его первое значение – соответствовать истине. Das stimmt auch für den, и так далее, там, Bruder ihres Kollegen Ulrich Nielsen. И, кстати, как вы думаете, почему здесь ihres Kollegen? Ведь если у нас мужской род, обычно у нас генитив с es на конце у слова, то есть, допустим, было бы ihres bruders, ihres freundes, там, des Tages. Видите, ко всем существительным мужского рода es прибавляется на конце в генитиве. Это явно генитив. Почему же здесь нету es на конце? А дело в том, что слово der Kollege, оно так называемого слабого склонения, или, как еще немцы называют, endiklination. Это значит, что во всех падежах, кроме номинатива, wakuzetiv, dativ, gentiv, эти слова такие, endiklination, они всегда получают эндочку, на конец, что бы то ни стало. То есть, der Kollege – я вижу коллегу. Ich sehe einen Kollegen – я говорю с коллегой. Ich spreche mit einem Kollegen. И это машина моего коллеги. Das ist das Auto meiner Kollegen. Как видите, здесь везде – e-n. Но, на самом деле, это не то, что я хотел в первую очередь еще рассказать, а я хотел вам показать, чтобы вы внимательно сейчас посмотрели на то, как произносятся вообще года в немецком языке. Потому что очень часто, тоже для моих студентов, это является таким-то камнем преткновения. И о годах нужно помнить две очень-очень важные вещи. Во-первых, немцы никогда не говорят ни предлог, ни слово «год», ничего такого. То есть, смотрите, мы здесь сказали бы это также правда для пропавшего в 1986 году брата, вашего коллеги Ульриха Нильсена. Пропавший в 1986 году. Мы говорим и слово «в», и слово «год» обязательно. А по-немецки этого ничего не нужно. Конечно, можно сказать «им яре» 1986. Но немцы, как правило, все-таки не говорят вот этого «им яре», потому что если можно сказать просто номер года, как бы и все, то зачем огород городить? Поэтому это именно так читается. «Дас кильд» übrigens auch «фюден», «ден» относится к слову просто «бруда», «фюден бруда». А дальше уже конкретизируется, в каком году он пропал. Если бы мы просто сказали, допустим, его брат пропал в 1986 году, то мы бы сказали «sein bruder» потом просто «номер года». «Näunzehn hundert seks und achzig verschwunden». Точка. Никаких «ин», никаких «я», ничего такого. Это, пожалуйста, очень, запомните так очень внимательно. На это обратите, пожалуйста, большое внимание. Ну и еще последнее. Когда мы говорим «год», мы всегда говорим именно с сотнями. «Dewятнадцать сотен восемьдесят шестой». А точнее просто «девятнадцать сотен восемьдесят шесть». «Näunzehn hundert acht», ой, «äunzehn hundert seks und achzig». Например, если вы хотите сказать «я родился», вот, например, «я родился в 1992 году». Я так скажу. «Ich bin neunzehn hundert zwei und neunzig geboren». Вот так вот. Напишите мне, можете прямо на самом деле именно текстом. Ну или просто скажите про себя. Скажите сами себе, в каком году вы родились. «Ich bin», потом номер года, «geboren». Допустим, там, если вы родились, допустим, в тысяча девятьсот восемьдесят, там, я не знаю, вот шестом году, вот в этом, который у нас здесь представлен. «Ich bin neunzehn hundert seks und achzig geboren». Если вы родились, например, чуть попозже, там, в две тысячном или в две тысячи первом, то тогда здесь на самом деле все очень просто. Здесь уже не надо говорить «цвадцать фундот», ни в коем случае. Здесь вы просто будете говорить «цвайтаузанд eins» или «цвайтаузанд». «Ich bin zweitausand geboren». Просто вот так вот, «цвайтаузанд» и все. Я родился в двухтысячном году. Или «Ich bin zweitausand eins geboren». Я родился в две тысячи первом. «Ich bin zweitausand», ну, вряд ли вы родились, «цвайтаузанд», там, я не знаю, например, «цейн» «geboren». Это вы бы слишком были еще молоды, чтобы смотреть подобные видео. Мы давайте еще раз переслушаем, как актер это говорит, и потом пойдем дальше. Еще, кстати, здесь в этой фразе слово, на которое я хочу обратить внимание, это «übrigens». Übrigens – кстати. Очень часто это слово приходится «кстати», поэтому запомните его, пожалуйста. Позвольте на секунду прерываться и рассказать вам о том, что у меня есть платный курс для подготовки к устной части экзамена B1, а также платный телеграм-канал по подписке 200 рублей в месяц, где я продолжаю регулярно выкладывать уроки по трем товарищам-ремаркам. И затем там еще есть эта дверь в пещерах, которая непосредственно ведет к атомной электростанции. Вот сейчас было быстро. И почему, в общем-то, быстро? Потому что «einlich», «einlich». Вот это вот слово «einlich», которое, в общем-то, по сути, мало чего значит само по себе, просто живость и дает речи. Они его употребляют очень часто, и поскольку оно как раз никакого особого смысла в себе не несет, они его очень и очень быстро могут произнести, прям проглотить. Как долго или как давно Александр Тидеман и его жена в самом-то деле «einlich» «verheiratet». Как долго они женаты, как давно они женаты. Если жениться на ком-то, это «yemand den heiraten», например, «я на ней женился», это «ich habe sie geheiratet». То если «мы женаты», как наше состояние, то тогда «wir sind», допустим, «shon zehn Jahre verheiratet». «Мы женаты уже 10 лет». Или когда мы про свой статус именно говорим. «Я женат», «ich bin verheiratet» «und habe zwei Kinder». «Wie lange sind Alexander Тидеман und seine Frau eigentlich verheiratet?» «Ainlich», «ainlich». Да, вот прям быстро, быстро, быстро говорит. И «verheiratet». В принципе, он тоже довольно быстро говорит. Но мы поехали дальше. «Das weiß ich nicht genau». «Das weiß ich nicht genau». Я этого так точно не знаю. «Regина war mitte 20». «Regина war mitte 20». «Regине было...» И здесь мы бы перевели 20 с небольшим, потому что «mitte 20» это в середине 20-х годов чьей-то жизни. То есть, допустим, 23, 24, 25, 26, 27. Примерно вот эти вот все года можно считать, что это вот как раз и есть «mitte 20». «Warum?» «Warum?» Она спрашивает. «Warum?» «Warum?» Очень действительно полезное слово. «Warum?» «Почему?» «Почему вы спрашиваете?» Вот она могла бы полностью при предложении сказать «Warum fragen sie?» Или, ну да, «Warum haben sie das gefragt?» «Почему вы это спросили?» «Но здесь очень кратко просто warum?» «А почему?» «Finden sie es nicht außergewöhnlich?» И смотрите, в разговорной речи как часто просто кратенькое «с» сокращается вот это вот вместо имени «с». «Finden sie es nicht außergewöhnlich?» вместо «с» просто «Finden sie es?» «Finden sie es?» «Finden sie es nicht außergewöhnlich?» на самом деле наверное все-таки так быстро ты и не смогу даже произнести что-то будешь делать «Finden sie es nicht außergewöhnlich?» «Вы не считаете это необычным?» «Вы считаете это странным?» «Außer gewöhnlich?» «Eth was is gewöhnlich?» «Что-то является обычным?» «Обыденным?» «Таким?» «Außer gewöhnlich?» «Außer» это «вне» «То есть вне обыденности?» «Вне обычности?» «Не считаете ли вы это необычным?» «И именно finden» как глагол считать не только как глагол находить это очень-очень важно помнить в немецком языке потому что постоянно глагол «finden» на самом деле используется в немецком именно как считать «Ich finde ihn sehr...» допустим «Ich finde sie sehr hübsch» «Я считаю ее очень миленькой очень красивой» «Ich finde sie sehr hübsch» «Was?» «Was?» «Что?» 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 «Что я должна считать необычным?» «Александер Тидеман «Да, вот здесь вот прям очень тоже быстро» «ДАС АЛЕКСАНДЕР ТИДЕМАН ДЕН НАХНАМЕН ЗАЙНА ФРАУ АНГЕНОМН ХАТ» «Тот факт, что Александр Тидеман ангеноменхат взял фамилию своей жены» «ДЕР НАМЕ» по-немецки может переводиться и как имя и как фамилия «ДЕР ФОРНАМЕ» это только имя а «ДЕР НАХНАМЕ» это только фамилия и здесь, поскольку он конкретно о фамилии хочет сказать поэтому он так и конкретизирует «ДЕН НАХНАМЕН» но вы меня спросите «А могли бы он сказать здесь просто «ДЕР НАМЕН» «ЗАЙНА ФРАУ» ангеноменхат» «Мне кажется, что да» «Это тоже было бы практически, ну, вполне возможно» «ДЕР НАМЕ» «Вполне» может по-немецки означать именно фамилию в том числе не только имя «НЕЙН» «ГИНМЕ» 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 «Ну, это очень быстро» «ГИНМЕ» 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 «А он…» «Давайте еще раз переслушаем» «ГИНМЕ» 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 «Очень-очень быстро» «Очень-очень быстро» «Очень-очень быстро» «И такое нужно уметь разбирать» «Что ты будешь делать» «Поехали дальше» «Инма» «КОМЕНЗИ» «КОМЕНЗИ» «Вы идете» «Я» «Ну, тут я», тут все понятно В общем, это разбирать не надо Ну что, давайте я теперь выключу наши субтитры И мы попробуем послушать и поповторять те фразы, которые они говорят без того, чтобы смотреть в текст. Давайте попытаемся это сделать. Повторите сначала сами, потом я. Я после каждой фразы буду ставить на паузу. И вы можете тоже потом ставить на паузу. И сначала вы произнесите, потом я произнесу вслед за актерами. И после меня вы можете еще разочек произнести. Итак, будем таким образом отрабатывать фонетику. Поехали. Кстати говоря, я подумал, почему бы мне не показать вам. Вот видите, рисунки диалогов. Здесь очень легко следить за тем, когда будет та или иная реплика. Итак, поехали. Das Interview mit Frau Tiedemann. Schon vergessen? Das Interview mit Frau Tiedemann. Schon vergessen? Nein. Ich habe nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Nein. Ich habe nur gedacht, vielleicht machen Sie es doch alleine. Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun? Wieso? Haben Sie was Besseres zu tun? Nein. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Nein. Ich frage mich nur, warum wir mit Frau Tiedemann anfangen. Sie steht mit keinem der Vermissten in irgendeiner Beziehung. Alle Personen sind in unmittelbarer Nähe der Höhlen und des AKW-Geländes verschwunden. Das gilt übrigens auch für den 1986 verschwundenen Bruder Ihres Kollegen Ulrich Nielsen. Das gilt übrigens auch für den 1986 verschwundenen Bruder Ihres Kollegen Ulrich Nielsen. Und dann Ist da noch diese Tür in den Höhlen? Ist da noch diese Tür in den Höhlen? Die direkt zum AKW führt. Die direkt zum AKW führt. Wie lange sind Alexander Tiedemann und seine Frau eigentlich verheiratet? Das weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Regina war Mitte 20? Regina war Mitte 20? Warum? Warum? Finden Sie es nicht außergewöhnlich? Finden Sie es nicht außergewöhnlich? Was? Was? Dass Alexander Tiedemann den Nachnamen seiner Frau angenommen hat? Dass Alexander Tiedemann den Nachnamen seiner Frau angenommen hat? Nein? Nein? Können wir? Können wir? Komm sie? Ja? Komm sie? Ja? Вот такой диалог. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы учите немецкий язык. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем большое за внимание. И до скорой встречи. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.